Всем привет! Сейчас привела со мной на тренировку карате и хочу с вами поболтать на такую тему. Продолжение скажем. Сегодня я лохнулась на OLX. Мне сказали OLX, поменяйте две буквы, лох. Что-то в этом есть вам скажу, потому что... В общем, продолжение. Мне посоветовали сотрудники Монобанка карточки, которая у меня произошла. Да, я отправила деньги. А я продавала. Продавала вещь, в итоге я купила. Вообще, как это произошло. Сейчас я сделаю анализ и выводы. Плюс я получила информацию, как распознавать мошенников. Вот. И с целью, чтобы дать пользу, ценность этому видео, чтобы люди могли знать, распознавать и не попытаться на такие ловушки мошенников. Потому что... Короче, сказали мне пойти в полицию, написать заявление. Я пошла. И второе надо поменять было карточку, потому что там водились... То есть делать новую карту. Не поменяли бы на банке за пять минут. То есть новая карта. Вот. И, значит, написала я заявление. И говорю, слушайте, подскажите, пожалуйста... Он говорит, что, скорее всего, ничего такого, ничего, ничего, результата особого не будет, так как новые там законы. Хоть раньше было, хоть как-то можно было, сейчас это как бы, ну, очень будет. Говорю, хорошо, ну, я хочу... Подскажите мне, как распознать мошенников. Я хочу научиться этой ситуации. Как же правильно это делать? Потому что я вот хочу понять, вот почему-то это всё произошло. Помогите мне разобраться с целью. Я веду свой блог. Хочу поделиться с людьми, кому как бы это будет полезно и важно эта информация. Как распознать, да? Первое, что... Какое я сделала ошибку? Во-первых, я не изучила это всё. Я не поняла, как это всё. Я начала... Мне написали, да, я только опубликовала, там в течение 5 минут мне уже пошли эти лоховские люди, которые начали разводить, писать. Почерк. Во-первых, они присылают свою ссылку. А я говорю, ты новичок? Я говорю, я не знаю, подскажите мне, что нужно делать, что я не понимаю. Я же доверилась, да? Кучительский фактор сыграла, доверилась. Они мне начали... Выслали этот свой... Свою ссылку, я на него зашла. Это была ловушка. Это была ихняя ссылка, где реально я там начала, скажем, по ихней схеме начала выполнять всё, что там нужно было. А надо только делать операции со своей... Там, получается, профиль, да, со своей страницы OLX. Заходить на чужую нельзя. Это ловушки. Первое. Люди, они такие настырные, они не дают времени подумать. Давай, мне там надо, я волнуюсь, я тебе прислал деньги на карту. А я не могу... Я не могу... Как? Какую? Короче, я в таком... Куда заходить? Что смотреть? То есть, значит, надо давить, и так вот я уже деньги перевёл. Я хочу эту вещь, но надо... То есть, вот такое ещё, знаете, такой вот почерк. Это второе, да. Третье. Есть такое приложение, которое ты реально просматриваешь, допустим, на Viber, как ещё на других подписан, на других людях. Я напишу, как называется, потому что, если не помню, Крик... 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 Контакт. В общем, какое-то приложение. И реально, допустим, присылает Диана, а она там вообще написано, такой типа, нету такого даже... То есть, карточка новая, то есть, такого даже, ну, не пользую. Либо она... Ну, только купили, только вот. Либо там Мария, а там... А там она Наташа, Наташа, там тётя Наташа, короче, там Москва. Короче, такое, получается, другое имя. То есть, вообще-то нужно сверять, что там написано в реальности. Вот. Эта классная услуга, можно пользоваться вообще ею, когда какие-то там незнакомые, особенно для девочек, когда они женихи выписывают, чтобы можно было сверить вот для себя. Многое можно интересно узнать. Вот. И я говорю, ну, вообще, уже люди пользуются этим. Как же пользоваться правильно, эффективно? Я хочу, да, пользоваться. У меня есть планы, мне надо продать вещи. Да, вариант такой самый, такой вот, это комиссионка, да, комиссионные магазины. Они на месте, можно хотя бы прийти, да, и там, скажем, поговорить. Вот. А если, тогда получается такая схема безопасности. То есть, только, если вам подходит этот, если другой город, да, это платёж, наложенный платёж, наложенным платёжом. И предоплата ровно в такая же сумма почте, которая будет отправка туда и обратно. Допустим, там 100 гривен туда, 100 гривен обратно. Почему обратно? Потому что человек может отказаться, потому что не понравится, чтобы он не терять деньги свои, потому что интересно это у покупателя. Покупатель хочет купить, чтобы он не теряет свои деньги. Вот. Вот вам рассказываю. Я очень благодарна этому сотруднику полиции, который вот в Одессе, городе Одессе, который действительно очень качественно, скажем так, по-дружески, можно так сказать, мне разъяснил. И я могу с вами поделиться этим. И как бы, то есть, смотрите. Да, конечно, когда это произошло, когда я перекинул деньги, я расплакала, жутко расстроилась. Но я решила из этой всей ситуации, потому что я хочу пользоваться, я хочу научиться. Да, я лоханулась, я признаю. От чего? От незнания. Хочу получить знания, как же пользоваться. Я их получила. Теперь я уже, как бы, у меня оружие знаний, как этим вот пользоваться. И вот я вам передаю, надеюсь, что это было при. Информация полезная, ценная. Подписывайтесь на мой каналчик. Делюсь своим опытом, жизнью, инсайтами. Стараюсь хоть могу, чтобы быть для вас полезной и ценной. Благодарю. До новых счастливых и полезных встреч.